коллектив привет полна машина холодильника сегодня у нас на обзоре будет два холодильника это компрессорный холодильник на фреоне от витола фирмы воин это витол 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 и другой холодильник у нас на элементах пельтье ну я так понимаю мало кому интересен потому что я вот смотрю тик токи и смотрю видосы людям очень интересный компрессорные холодильники который в описании написано до минус 22 заморозки это мы проверим попозже смотрите утром полтора часа назад я пошел в магазин купил воду холодную по что на улице там под сорокевник жарко включил холодильник положил туда три бутылки воды и приехал горшку через полца там было 5 градусов то есть холодильник вода поддерживалась до 5 градусов то есть холодильнике на элементах пельтье они супер не охлаждают они больше поддерживают температуру в которую влаживаешь но все равно немножко охлаждает это попозже видосе будет и работая у гошика когда машинка стояла в тени холодильник показывал 5 градусов 5 сейчас машина простояла больше часа холодильник был у нас на той стороне солнышко офигенно припекло и температура немножко поднялась 9 градусов сейчас показывают в нем итак у нас с вами два холодильника 1 на элементах пельтье 2 на компрессор начнем с пельтье холодильник на 19 литров работает от 12 вольт через подкуривалку работает от 24 вольт через подкуривалку и так понимаю сам тому выбирает режим просто кнопки включения режимов я не нашел и работает от 220 все проверял все работает производитель пишет что он может охладить на 28 градусов относительно той температуры который в которой находится холодильник дальше видео вы увидите насколько он у меня охладился но у меня было в комнате 33 то есть 0 я не смог добиться хотя тут написано что на дельта 28 от окружающей температур но не ниже нуля мощность от 5 ватт это тоже вы потом увидите села только 6 ампер и температура нагревания до 50-65 градусов элемент пельтье 1 2 2 кулера элементы пельтье находятся у нас 1 2 и напротив напротив два кулера комплекте идет одна сеточка одна перегородочка наверное пиво наложили мороженое что с не упало размеры люди просили размеры тигр очень просил именно померить внутренние полости чтоб он мог ставить свою кастрюлю с борщом поэтому тигра все для тебя 38 с половиной внизу будет 38 сантиметров здесь у нас будет 18 с половиной сантиметров глубина у нас примерно 25 сантиметров наружка наружка у нас примерно 46 сантиметров в любой багажник влезет аж бегом 31 сантиметр высота у нас с вами 35 сантиметров значит пластиковый утепленный две петли перемычка перегородка выключили-включили автоматический режим mute типа эконом режим дальше видосе поймете если я снимал не помню потому что я неделю испытывал теперь делаем видос немножко уменьшается производительность кулеров и все электронный дисплей регулятор температуры выставляется от нуля до сети вроде адекватно работает 1 2 2 кило 6 комплектация у нас инструкция домашней сети питания от автомобильной сети питания метра 2 и ремешок дабы удобно его носить я его раза четыре вытаскивал с машины и приносил до гошика и затаскивал в квартиру на второй этаж но на самом деле он не черта так ну как бы и не знаю ремень но если вы действительно будете замораживать мороженое идти продавать и ходить по пляжу мороженое пылок креветки то в принципе ремень пойдет я не увидел здесь мысла ремня как показала моя практика и мое использование если наложить горячих напитков теплых комнатной температуры и включить его то он очень долго будет охлаждать хотя бы даже до 10 градусов реально долго если с магазина купить холодной воды и включить его то опускается афе быстро и держит офигенно когда я ехал от игоря когда по утрам я было жарко сейчас не очень когда я покупал воду и залаживал холодильник включал ехал туда-сюда катался час холодильник показал 3 градуса вода реально была ледяная но это при условии что в машине тоже работал кондиционер и в машине было реально ну там 20 градусов потому что еще были испытания когда машина стоит на солнышке и он включен тяжело ему он же не компрессорный поэтому первый обзор как он так как я его немножко тестил посмотрите но сразу скажу он супер не охлаждает он больше для поддержания и для легкого охлаждения того что там находится внутри на элементах пинки сразу типа устроенный блок питания по сути плюс тигра для тебя раз-два сейчас воды замороженные наложим станция полностью заряжена стопроцентная включаем пошел пошел 32 показывают эта температура в доме 32 ну что нету кондиора солнце фигачит на всю смотрим время 1741 оставляем столько воды надо в него наложить у бутылки попси колы пиалка холодной обычной воды прохладный еще чуть туда чтобы занять ему место неудобно по сути четыре бутылки влезли айту к пиалку надо не разлить принципе лужа стоит ничего страшного не буду вытирать пиалка воды 2 звуки воды что-то показывает уже 22 градуса потребление станции потребление у нас а у нас потребление от этой штуки не работает оказывается не пишет она это печально это сделал через через полчасика вернемся включили мы без 20 до 6 но уставать довольно быстро а температуру на максималку вроде в авто надо ставить под 18 уже 18 дабы 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 понять потребление можете как ложка покажет 59 ватт 59 ватт как ложку мы выключим потому что тут весь эксперимент завязан именно вот с этой станции 100 процентов и посмотрим до 12 ночи пусть работает как раз это будет 6 часов ну там примерно и посмотрим насколько она сядет 100 полная 17 уже 45 минут вижу написано мощный 65 ватт и к флошка показала 59 прошло 20 минут все 9 минут 20 грубо говоря прошло 11 градусов но тут как сотка была таки есть она еще не может так быстро начинать сдыхать два кулера легка поддувают очень ничего не не подрывают они затягивают начал тут поддал тут поддувает шумят ли ну так чуть-чуть здоровья с другой комнаты вообще не слышно будет сижу и думаю об одном холодильник на двух элементах пельте это такой такая пластина у которой плюс-минус подаешь одна сторона нагревается другая соответственно охлаждается сейчас там охлаждается здесь как бы нагревается но на самом деле воздух ни черта не горячий хотя нагревается если холодильник включить на нагрев максимальный по идее вот указано вообще 60 градусов нагрева то по идее там можно будет варить еду там будет жарко в середине здесь будет дуть холодным блин а это же мобильный кондиционер получился прошло два часа с момента включения у нас 7 градусов уже 7 градусов или еще 7 градусов непонятно 16 процентов станции уперло 10 вечера там у нас 69 процентов здесь у нас пятерочка там рут соседи 5 градусов было четыре здесь у нас 16 вода еще не замерзла ну было четыре но пока открывали куда-то делась градус прошло ровно 6 часов 49 процентов 50 процентов станции села показывают один градус вот термометр внутри показывают 10 градусов и моментально растет потому что в доме в квартире сейчас 33 градуса в этой комнате растет было 10 там 9 10 стакан стоял с водой там вода у нас 12 градусов была обычная комнатная температура когда ставил я думаю два градуса думаю отключаем хватит ее разряжать и завтра посмотрим хотя чё посмотрим она навряд ли выдержит всю ночь и за 9 утра посмотрим какая там температура будет по крайней мере воды но мне кажется она поднимется до комнатной в общем провел для себя куча экспериментов понял что он в принципе за 6 часов до он охладил воду с 30 до 14 один литр воды не более то есть этот холодильник для охлаждения по сути он не подходит он больше для поддержания напитков когда вы с холодильника достали что-то положили замороженное или просто холодное подсоединили в машине приехали ехали вы куда-то отдыхать со 2 3 4 5 и через пять часов она все равно будут холодная примерно такой же температуры то есть он только поддерживает ту температуру которую положили внутри давайте лучше доколупаемся до компрессорного холодильника холодильник приходит понятно в коробке пенопласт пенопласт пленочка пришел он новой почтой новая почта ничего не сломала просто новая почта молодец это чтобы не догадались про данные отлично аккумуляторный фен справляется с уничтожением данных прям нравится второй холодильник куда более интересен он стоял у меня дома он отработал почти неделю компрессорный вещь что нам тут пишут что мы можем зарядить 26 литров стоимость его по нашей скидке промокод гараж каховка 8 с полной тысяч гривен потому что я в тик токе увидел их их продавал человек по 12 тысяч и я в тик ток запилил видосик как по промокоду гараж каховка можно купить его за восемь с половиной тысяч гривен я очень много сижу в тик токе и что-то знаете там бук холодильник попался начал вбил холодильники авто их полный тик ток холодильников таких таких вот эти именно частности продают по десять тысяч гривен по нашей скидке на сайте витал восемь с половиной аж бегом компрессорный угол наклона 30 градусов больше нельзя знаю что после того как занесли в доме поносили надо чтоб 6 часов отстоялся так аккумуляторный сенсорное управление 44 баночки 22 пол-литровых 13 бутылок виски сюда заходит что мы еще тут можем с вами прочитать объем 26 литров работает от 12 24 220 мощность 42 ватта дальше в видосе увидите какая что у меня показала минимальная заморозка минус 22 температура охлаждения плюс 20 наверно нагрева трудно сказать вес 10 килограмм но я чё-то не понял одного я только что его вытягивал с машины и я не я не могу сказать что здесь 10 килограмм как по мне может 10 килограмм с коробкой ну да компрессор сейчас перевешивают сильно а а ничего а то не нам ну все его знает может и 10 но как-то легко какие-то легкие 10 килограмм так тут нам с вами больше ничего не интересно габариты 61 32 33 сразу меряем объем потому что тигр интересовался его 5 литровая кастрюля влезет с борщом сюда или не влезет тигра у холодильника есть два отдела один который может делать минус дальше видосе поймете второй который просто охлаждает до небольшой температуры но этот отдел я думаю никому не интересен 9 с половиной на 24 сантиметра основной отдел морозильной камеры это даже не холодильник это даже больше морозильник потому что вот холодильник если в комнате поставить он свободно сделает 5 градусов и будет держать это это уже морозильная камера внутренний отдел 36 сантиметров 24 сантиметра 26 сантиметров комплектация инструкция которую наверное обязательно читать хотя по сути тут так и тут и так все ясно поэтому читать мы сейчас ее не будем я и так расскажу вам холодильник комплектуется двумя перегородками холодильник комплектуется очень длинным я бы сказал бы очень длинным адаптером для подкуривал ки здесь 4 метра именно от подкуривал ки 1224 тоже автоматом выбирает себе то есть есть это у нас подкуривал ки дальше комплекте идет блок питания блок питания блок питания 14 5 вольт 6 ампер по идее даже можно аккумуляторы заряжать даже литий и железо по 4 все комплектация кончилась и также идет еще провод такой метра полтора именно для блока питания дело то что люди я снимал видос неделю назад когда испытывал прошло время я там еще поигрался что-то еще доснимал я в итоге я могу повторяться в дальнейшем видосе дальше в видосе есть контроль уровня защиты напряжения это я тоже в тиктоке заметил люди часто спрашивают в комментах и типа выше тон аккумулятор в ноль или в не выжить не выжить потому что есть 10 и 3 10 и 8 11 и 3 к примеру чтоб в кенг и изначально когда его включился в кенга он у меня уходил защиту почему-то отрубался не понял но мы же инструкцию сюда в конце читаем да когда что сломаем но сломать не получилось я просто понял что надо понизить это напряжение я понизил напряжение до 10 и 3 h1 выставил есть h1 и он стал в кенга нормально работать то есть он перестал вырубаться потому что надо инструкции хоть иногда все-таки читать на чумные характеристики напряжение питания 1224 вольта максимальный потребляемый ток три с половиной ампера на 12 вольт 1175 ампера на 12 вольт высокотемпературного режима от плюс 20 до минус 22 объем 26 литров климатические классы очень все сложно для меня это вообще темный лес количество хладогена то есть фреона 37 грамм фреона 37 грамм прикольно потребляемая мощность 20 ой 42 ватта тип хладогена р-1034 а изоляция полууретан компрессор то все то все то все температура кружащего воздуха от плюс 16 до 43 компрессорный упакован гораздо лучше чем на пельте здесь вам смотрите и одна и крышка еще и по бокам все блин тут такие эти от бесшумки тоже новая почта молодец заставила все быстро и доставила без единой поломки новая почта респект вам когда ты снимаешь видео неделю назад типа знаете а потом снимаешь начала его ты немножко не забываешь что снимал я может там по меню вам забыл рассказать но по меню здесь элементарно все просто включение выключение по моему секунд 5 держишь настройка температуры она же настройка эко режима или обычного она же настройка защиты от просадки аккумулятора то есть элементарная тут все легко понятно и доступно также как и на этом тут вообще все легко и просто он нам не надо нас интересует именно от подкуривалки сейчас и к кошку возьмем посмотрим потребление потому как виталовская станция не показывают потребление в режиме автомобильного адаптера запуск очень тихо он работает он даже больше слышно как ребенок соседней комнате бурчит что-то рассказывает потребление 40 38 45 38 43 45 может разгониться температура у нас стоит 29 надо нам поставить ой подождите этаж минус 22 то температура сейчас внутри по ходу показывают 28 но навряд ли так она быстро покажет 25 давайте хотя бы оставим его на минут 10 получается компрессорный холодильник жрет меньше энергии 18 часов это от эко флажки ривер два проб может поработать то она немножко не откалибрована на самом деле больше 50 ватт видел 51 ну пусть немножко от эко флажки работает тут все-таки эксперимент заточен больше под ту станцию 1218 мы включили минуты две назад то есть 18 той 1215 почему надо было писать 15 ладно 19 минут буквально поработал три минуты я смотрю мощность начинает расти 50 я по моему 60 ватт раз видел 58 60 60 ватт периодически вижу 60 ватт потребляемая мощность 42 ватта написано ну видать его пока разгоняется накачивает немножко она увеличена чем заявленная продлил 60 ватт принципе как и на элементах пельтье держим какое-то время там будет будем смотреть 24 минуты прошло ну пусть 10 минут 50 ватт потребляем 53 ватта потребления здесь показывают 26 22 она падает стенки холоднее кстати 22 падает надо хотя бы ему полца додать че его дергаю туда-сюда только ради эксперимента мы эко флажку убираем и подключаем другую виталов и оставим на 6 часов и посмотрим это уже включился смотрите что мне немножко не нравится в нашем испытании во первых прошло видимо телефон прошло 34 минуты сейчас то есть прошло грубо говоря ну там 25 минут 20 минут на самом деле 17 показывать я его дергаю много раз я не могу дать ему покоя 16 16 12 стенка уже показывают здесь уже у нас термометр показывает двину 15 поставил еще стакан воды мне немножко в этой системе не нравится то что потребляемая такая же как и на пельтье то есть я тоже знаю что 6 часов он проработает станция сядет на 50 процентов но мне не нравится в том что эту станцию потом я петлю 50 процентов на 50 процентов на сядет мне не нравится то что я буду потом ее заряжать часов 5 поэтому я лучше сейчас переключусь на эко флажку потому что эко флажку если я усажу там на 50 процентов то я ее смогу зарядить за 20 минут вот и весь прикол поэтому переходим на эко флажку у этого холодильника даже наоборот получается что потребление меньше чем у вот этого меньше а если вот тот проработал 6 часов так чуть больше чем 6 6 часов на вот этой и писал процентов усадил то этот усадит ну не 50 45 поэтому смысл мне засаживать станцию которая заряжается 5 часов если я вот эту сейчас разрядим я ее за 20 минут добью заряд от сети здесь тем более потребление хорошо видно 45 прыгает 30 45 что такое вопрос испускает ли он горячий воздух сюда ну по идее конечно же испускает 13 градусов уже 36 может пирометр не достает 40 видел 40 41 29 29 29 28 потому что жарко в доме наружка 29 как комнатная здесь сороковник будет 40 ну по ощущениям я он поддувает да но я не сказал бы что он теплым какой-то нейтральный 41 минута по сути прошло 20 минут примерно 20 минут 25 минут прошло 28 комнатной температуры здесь показывают уже 11 28 28 он заглюкал 39 минус минус 9 11 показывает пиалка с водой 22 то есть отбор внутри стенки показывают в минусе но стенкам верить них ну да они холоднючие мы больше этому верим 11 я хочу все таки вот сюда поставить положить чтобы охладилась пусть работает уходим большего не трогаем потому что я его за 10 минут пять раз уже открывал проверял 17 минут грубо говоря час прошел смотрим я там записал как бы не 18 15 я переключался туда-сюда и как ложка была 99 процентов заряжена потребление 50 ватт 93 процента здесь у нас показывают один градус холодильник может привести в экорежим но нам не надо это экорежим это когда дойдет на нужной температурой дам уже было по тигра ты просил поставить до 5 до 5 градусов он охладился в блин за 40 минут если чё меня интересует как бы температура поболее смотри 44 это классно вода понятно что он так не охладит но все-таки 20 градусов 21 понятно что здесь сейчас будет минус минус 13 на одной из стенок где у него трубки проходят минус 14 13 вода 4 если можно так сказать оставляем дальше и но это вода холодная потому что она вместе с ним охлаждалась было четыре стола 6 если бы туда меньше лазили было бы больше эффективности но уже чувствуется холодок оставляем еще на час вообще у меня в доме есть электричество и я смело мог бы холодильник запитать что на пельте что этот от сети но мне не хочется от сети потому что сейчас людям от сети холодильники питать нафиг не надо от сети и вот этим могут работать тут весь прикол именно от станций от автомобиля от аккумуляторов питать эти холодильники поэтому от сети я даже пробовать и не хочу мне это не интересно и друзьям которые просили снимать обзоры тоже от сети неинтересно поэтому именно вот от зарядной станции от одной от другой от любой вот чтоб интересно 0 18 минут прошло ровно два часа потребление что-то стоит там 40 50 такое минус 3 вот именно до 0 он опускался как-то быстренько а потом вот как-то так вот медленно медленно но самое важное что если достать быстро вот этот градусник у него тоже будет минус сейчас минус 2 то есть действительно температура совпадает охлаждение воды ну это такое опять же это условный показатель потому что может быть 14 15 1 х уже охлаждает охлаждает воду 13 за два часа охладила продолжаем дальше экспериментировать понятно здесь тоже холодная стака не холодная чем больше мы нагрузим тем медленнее оно будет остывать набирать минус пока нравится самое главное нужно чтобы вы запомнили одно все когда будете смотреть другие обзоры когда блогер вам вот так показывают и говорит ого он уже остыл до минус 12 это все бред сивой кобылы потому что эта стенка остыла до минус 12 0 градусник 4 вода опять же условно вода минус 5 это условно вода это больше дно захватывает хотя вода может и нагрела все таки но нифига себе холодно этот отдел я так понял для легких шоколадок которые не нужно забораживать потому что он особо не не охладился 21 градус то есть когда вам блогер вот тыкают туда сейчас когда вам блогеры ты тыкают пирометром в элементы пельте и говорят вау смотрите минус 15 охладилка и холодильник это бред сивой кобылы потому что эта поверхность холодная одна элементы пельте а другая стенка будет совершенно другой температуры на самсор получается как вы знаете не для того чтобы показать как он офигенно быстро греет а просто вот как как есть к примеру раз полца я вытаскиваю воду пить вода охладилась до 11 градусов уже холодно то есть охлаждает блин пока тест пройдет я всю воду допью по просьбе товарища я остановил тест я выставил минус 3 он чуть поработал дошел до минус 3 по что я открываю закрываем типа уветривается минус 3 он выключился в доме в квартире я показывал температура 2929 то есть жарко смотреть давайте я посижу и 28 минут 29 и проконтролирую а когда же он потеряет температуру когда же он запустится опять сколько же он в режиме таком будет стоять именно поддерживать температуру 19 минут еще тоже тигра такой тест 28 понимаешь если я сейчас на лужу туда туда пройдут если там он будет полностью забиты заморожен понятно он может и через два часа запуститься это сложно может сделаем по-другому может вот сейчас 30 минут мы вообще его отрубим выключим да вот так выключить вот может мы его просто выключим а через полца посмотрим не открывая больше открывать не буду через полчасика посмотрим ровно в три часа сколько он потеряет градусов так мне кажется будет более лучше в принципе час прошел прошел один час мне кажется глупо было тестировать насколько она потеряет градусов потому что а потеряет она градусов от чего если она полупустая вы сами понимаете да если бы она была загруженная чем тогда бы она работала больше как термос тогда да а так получается что там она потеряла бутылку показывают пятнашку но это даже не столь интересно сколько показывают внутренний градусник вот это холодок идет 10 11 11 градусов потому что в ее толком нету чего чего терять час ну вот воды пол литра тут 10 градусов до градусник показал 10 9 а было насколько было было по моему также то есть ничего не потеряла все а теперь оставляем и он вообще на несколько часов и пусть она дальше работает пусть она пытается стакан льдом раздавить и пиалочку если конечно сможет оставляем 53 ватта 56 ватт 40 61 а все дать дим это был самый большой ватт 14 у нас здесь стоит еще все максималку и навали в минус 22 и пусть стоит извиняюсь камера цепили и пусть стоит морозит часа 45 через часа четыре вернемся 16 15 мы по идее один час потеряли даже полтора час когда был выключенный а еще пол когда опять нагоняла до трех градусов но 16 15 минус 5 но все-таки же не интересно как он там морозит и вы знаете что здесь у нас уже зашкалило в минус пять и на пиалке уже начал образовываться лед уже пошел лед на стакане нету где воду или разлили ледоконденсат уже лед то есть процесс офигенно идет три градуса но опять же три градуса вот три градуса бутылки поверхности воды 3 градуса отличный результат пока нравится 16 55 она разогналась как-то таким интересно как-то так резко начала понижаться минус 9 я вытянул стакан который был с водичкой потому что мне жалко стало если он умрет да постоял в комнате немножко минус 5 и резко охладился и залил я переливаю в железную чашку мороженка которая была полу расставившая задубенела полностью минус 12 нифига как это так может на стенке потому что попадая минус 21 минус 20 стенки сейчас нет минус 20 здесь у нас градусник зашкалил вдоль полностью полет а здесь у нас уже с вами лед все пусть будет просто уеду на несколько часов потом приеду посмотрим добьет интересно сколько сможет ли добить до минус 22 хотя то лишнее то нафиг уже не надо и минус пятерочки похватила минус пятерочку если поставить то примеру вот и к флошка да сейчас показывают 88 процентов 13 солда так это ну он у работает уже несколько цел без прерыва не этом заражал быть не причем не имею до что 88 и 13 если сейчас поставить до минус 5 и чтоб работала именно вот нагрела там охладилась нагналась охладилась нагналась тогда бы конечно бы и боже ты двадцать пять часов бы проработала но хочется все-таки реально посмотреть на низшую температуру хотя бы за несколько часов сможет ну там я имею ввиду пусть еще часа четыре до поработает и посмотрим набьет она на минус 20 не набьет хотя она по факту уже не нужна такая но ради опыта нужно проверить 22 29 запускали в 12 смотреть он простоялся 34 на минус 11 он больше не смог опустить температуру я считаю ниже принципе и нафиг и не надо тигра ты спрашивал эко режим есть эко режим он переходит потребление электроэнергии 40 ватт 33 28 40 ну то есть он выше 40 ватт не берет я даже не знаю как бы я не хочу его оставлять еще надолго потому что он минус это я трогал его поэтому он немножко уже упал но было минус 11 что мы можем померить по-быстрому так как ты тут или что мы можем вообще увидеть тигра это лед это мы оставляем до утра это понятно да зашкалило ниже некуда это мне кажется она вся промерзлась или пузырь какой-то вы выдавился там ну в общем лед полный частично лед оставляю ума разума забубенела тоже лед мороженку оттуда убрал закинул две полторушки воды они правда очень 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 теплый и поэтому сейчас половина тепла у холодильника уйдет на их их нагрев потому что вода реально 32 градуса вода 32 градусов это мы сейчас сюда закидываем через три часа я его выключу и он будет стоять до утра главное чтобы это остыло а утром посмотрим спустя 9 часов или 8 часов или спустя 6 часов что будет с температурой а пока пусть работает минус 8 показания станции если тот час там заметит что 82 и было днем 82 нет она работает как упс поэтому днем я еще просто включил как упс то есть она и отдавала холодильнику и сама заряжалась сейчас света нету поэтому разряжается слушайте а как две бутылки полторушки 30 градусной при перебили температуру холодильнике один градус тепла один офигенно две бутылки испортили температуру внутри но это понятно он маленький 54 только что видел пусть еще работает сатай 10 часов утра смотреть водные в 11 часов ночи я поставил ну и было минус 5 я поставил эко режим я конечно не понял его суть она тоже включается выключается единственно жрет меньше электроэнергии наверное как вы знаете нужно его разгонять на обычном режиме потом включать эко режим вот что-то 40 38 41 все тусел и того смотрите она проработала 11 часов всю ночь было 78 заряда это не все как упс не работала именно на аккумуляторе сейчас 24 ладно посчитаем 23 посчитаем 23 я просто не додержал именно до 11 потому что она сейчас вот поработает там пять-десять минут выключится и будет стоять примеру там 15 минут и мне трудно будет вот эти показания вам сказать итогов получается за 11 часов она скушала 55 процентов в режиме энергосбережения ну эко то есть она не нагоняла она уже поддерживала ну показывает еще четыре часа будут свободно работать только опять же четыре часа но если сейчас она выключится и будет стоять то соответственно это будет уже не 4 от часов 8 то есть на 24 процентов ну 8 нет нет 8 нет потому что 55 процентов 11 часов ну часов пять еще выдержит нефиг делать я не вижу смысла больше ее вгонять больше использовать и то что я вчера две бутылки вложил с температурой 30 градусов они немножко подпортили все потому как она там с минус 5 поднялось там долг плюс несколько градусов поэтому я предлагаю ее выключить ты выключаешься так или нет я предлагаю вот так выключить все хватит эко флажка спасибо ты шикарно отработала мне тебя надо хотя бы раз за сколько время в пользование раздадить до нуля поэтому ты еще час по разряжаешь нам что-то что хочу сказать в этом отсеке в маленьком в 11 ночи было где-то я записывал 15 градусов то есть этот отсек больше для вот такое знаете то что не должно замерзнуть 18 вот в этом отделе 18 тут понятно будет минус 12 на стенке будет минус 16 минус 16 минус 8 понятно да что градусник у нас зашкалил нет он не заставил кстати только это было минус 11 он зашкалил сейчас примерно он минус 2 пока понятно что там у нас лед лед закрываем тут у нас не замерзла что-то вот минус один может замерзнуть и пищу работал мы не будем это все делать теперь смотрите на наша задача какая положить бутылку до сад закрыть и 10 утра 11 10 10 10 посмотрим что будет со 6 7 с работой приеду откроем померяем температуру посмотрим на лед типа как она продержит целый день прошел день начало 8 19 14 целый день простоял выключенный пирометр я не брал поэтому так я вам что-то сильное не скажу в итоге этого дорога лед расставил бутылка прохладная есть термометр внутри 8 было по моему минус 5 да то есть за полдня потеряла потеряла и здесь лёгик расставил но еще есть ну то есть это был тест наверно как он удержит здесь еще лед есть эти не были заморожены не заморожены но довольно холодные 8 градусов то есть что-то и держит если целый день он будет стоять без а если пищу ну без подключен а если эти еще где заморозить плаще шикарно держала промокод гараж ковка на сайте стоит 10000 ссылка под видосом как у нас скидка с вами полторы тысячи 15 процентов на холодильнике на другой инструмент вроде там 25 на сайте видов ссылки под видосом к оплате восемь с половиной получается восемь с половиной тысяч гривен стоит вот этот холодильник в тик токе можно купить за 10 вот этот холодильник стоит на сайте 6 300 к оплате по нашей скидке 15 процентов 5 355 очень быстрый вывод этот холодильник когда вам надо куда-то поехать к примеру на природу для домашнего использования тут вообще надо понять что это автомобильные но в нынешней реалии они работают от любой зарядной станции от любого аккумулятора поэтому они автоматом становятся не только автомобильные но этот больше все-таки положить что холодное включить положить туда 5 килограмм мяса и поехать за 100 километров на природу вот вот это вот идеально вот это на природу тащить ну его баню но этот более идеально для дома подойдет в нынешней реалии потому что он реально может сделать минус я там сделал видосе минус 11 я еще потом пробовал я смог сделать минус 15 но камера была в гараже потому что мы там audi e-tron делаем я работаю снимаю и я не заснял этот момент но и неважно по сути это даже минус 11 минус 15 что я сделал она нафиг для домашнего не нужна но не нужна минус 10 он держит хорошо я пробовал в режиме от экофлошки когда он сделал минус 10 потом по моему 3 часа не было света опять дали не размёрзлась то есть какая-то герметичность от холода в нем присутствует то есть теплоизоляция как бы держит как бы и нормально никогда не было автомобильных холодильников я никогда ими не пользуются я никогда не интересовался я считал что бред это все автомобильный холодильник зачем мы ездили на природу до за 300 километров мы ездили мясо но мы намораживали бутылки полторушки в лед две бутылки мясо перевернул и все как вариант но вы чего не попользовался вот этим и блин им не понравилось мне реально понравилось 36 градусов на улице это не реклама это практика полчаса назад я вышел с дома купил воды включил холодильник на элементах пельтье который по сути не очень охлаждает потому что он не компрессорный он как бы больше поддерживает смотрите 3 градуса купил в магазине три бутылки воды положил вот они и там действительно холодные напитки то есть ну я как бы знал про элементы пельтье но я не думал что они насколько эффективные фиг его знает в общем всем удачи всем пока что-то еще класс для дома офигенно всем удачи всем пока всем счастья здоровья и надеюсь что вы будете пользоваться обычными вашими стационарными и изобретать как добыть холод от аккумулятора вам она не понадобится надо набить их холодным пивом заморозить и ехать на море продавать на пляже холодное пиво холодное пиво Субтитры создавал DimaTorzok